Всем привет! Сегодня мой второй ролик, включающий партии с мастерами и гроссмейстерами. Сегодня я сыграю 10 партий, это займет где-то примерно час. И надеюсь, что они будут гораздо более удачными, чем в прошлый раз. Итак, бросаю общий вызов. Посмотрим, кто меня примет. Надеюсь, сегодня будет хотя бы один гроссмейстер в соперниках. Было бы приятно с ним посражаться. Итак, началась у нас игра. Соперник сыграл Е4 первым ходом. Лед Гэмбет из Германии. 2-4-157. Ну, обычно с таким рейтингом играют мастера Фиде, сильные КМСы. Не очень сильные лиц международные мастера бывают также с таким рейтингом. Так что вот примерно такой уровень. Наверное, моего соперника. Неподтвержденный человек. И разыгрывает такой достаточно редкий вариант каракана с Ф3. Но тем не менее, я считаю, что он очень даже ядовитый. Поскольку ДЕ брать вначале было нельзя. Ну, не то что нельзя. Позиция получается у белых с очень большой компенсацией за пешку и хорошим центром. Поэтому я выбрал более такое закрытое продолжение. И здесь моим главным планом будет, конечно же, продвижение С5. Поскольку диагональ Ж1 на 7 вскрыта у белых. И мне как-то нужно будет этим пользоваться. Попробую сразу сыграть поострее, поагрессивнее С5. И жду ответной реакции от соперника. Бьет на Ф6. Естественно, должен бить. Так, конь Е2. Мне кажется, что здесь после ЦД больших проблем я испытывать не должен. Наверное, на конь Д4 могу конь С6 ответить. Но соперник решил взять ферзем. Хочет в Эншпиль уже. Эншпиль у меня намечается с двумя слонами. Что не может не радовать. На конь Е5 конь с Д на В5 неприятно. И там на С7 пробоина. Поэтому сначала желательно пробить. Слон Е7, наверное, не будет ошибкой тоже в этой позиции. Конь Б5. Неприятные угрозы создает. Конь А6 приходится ходить. Как-то с трудом заканчивать развитие. Да, наверное, не все так хорошо получилось, как я думал с дебюта. Возможно, сейчас после конь Д6 мне нужно брать. Конь бьет Д6. Я отхожу королем, и он заберет на А6. У меня просто будут дрова по линии А. Вот, в принципе, он эти дрова мне и сделал. И придется их долго и мучительно защищать. В оставшемся партии. Грозит просто конь В5 съесть пешку, поэтому отойду королем. С4 начинает надвигать. Ну да, позиция плохая, что тут говорить. Ну, хочу на С5 слон Б7 поставить, чтобы как-то задержать пешку С. В принципе, бороться тут еще можно, и не из таких выкручивались. Так что, я думаю, что вся борьба еще должна быть впереди. Постараюсь все-таки установить слона на поле С6. Соперник не сыграл А4. Ну, зато и введет короля в центр, что, в принципе, тоже имеет смысл. Владиа Ж8 пока что привязался к пешке Ж2. Наверное, это единственная слабость позиции белых. И где-то путем А5-А4 я могу, наверное, какую-то инициативу прибрать к рукам. Может быть, какую-то крохотную, но тем не менее. Должна же быть какая-то контр-игра в этой позиции. Вот, например, зафиксировал пешки по белым полям. Не уверен в ходе H3. Но как дальше мне развязывать свою игру, я пока что не понимаю. Потому что любое движение на эти пешки будет парироваться ходом B5. То есть всегда есть здесь продвижение. И, наверное, я вынужден просто стоять на самом деле. Не вижу, как свою игру начинать. Дадим право действовать сопернику здесь. Так, А4. А если взял? Угу. Ну да, выглядит правильно. Можно попробовать перестроиться напоследок. Опять же, по времени очень сильно просел. Перестроиться как-то слон Д7, слон Е6. Ну, там такие две пешки мощнейшие. Наверное, это проиграно. Попробовать прорваться Е4, может быть. В будущем. Ну, тоже, я думаю, не должно это проходить. Ладно, Е4. Жертвуя вторую пешку за какую-то инициативу. Ну, хотя какая-то тут инициатива. Конь С5, пошла пешка Б, в принципе, наверное. Ничего я тут уже не смогу сделать. Да, пешка Б идет. Идет она успешно. Не могу просто ее задержать. 13 секунд. Вынужден сдаться. Так, где же все-таки я ошибся? То есть, первая мысль, это то, что еще в дебюте, на ранней стадии, я допустил вот эти вот моменты с Конь Д6. То есть, вот Ферзь Д4, вот здесь вот взял ДЕ. Может быть, здесь нужно было как-то слон С5 пойти или по-другому. Или, может быть, Конь С6. Были, в принципе, варианты. Возможно, это ход Конь С6 здесь. Ну, там на слон Б5 я еще рисковал нарваться, наверное. Хотя слон Б5, здесь слон Д7. И не гражу взять на Д4. То есть, если берет Конь, получаю вполне хорошую позицию. А если взял слоном, то тоже все нормально. Соответственно, слон Б5 сопернику не годится. Брать пешку нельзя, висит Конь. А Конь С6 сразу, тоже БЦ. Наверное, единственный ход здесь это вот такой вот ресурс. Но здесь уже вопрос. Двигать дальше Д4 или нет? Вот это за партией. Не видел? Хода Конь С6. Сейчас стоит рассмотреть, наверное. Если, допустим, здесь Д4. Конь С7, корот, Д8 взял. Взял три нуля. Ну и вопрос остается открытым, на самом деле. Потому что, если я сумею как-то добраться до коня, пусть даже за пешку, съем его и оставлю себе две фигуры за ладью, то очень хорошие шансы венчпиле могут быть с двумя слонами. Я думаю, что, может быть, стоило и на это пойти. Может быть, даже здесь была бы длинная рокировка. Наверное, это даже опаснее. И тут дело в том, что на ДЦ сразу следует Конь С7 и могу королем подойти. Ну, есть ходы типа слон С5, наверное. В общем, и здесь все очень-очень непросто. Может быть, я С5 слишком рано двину. Не стоило горячиться здесь. Пойти, допустим, слон Е7. То есть, если не играть С5, позиция, в принципе, крепкая, нормальная. То есть, для тех, кто хочет сыграть понадежнее, я думаю, что здесь вполне комфортно у черных. То есть, дальше можно играть Конь А6, например, С5. Можно сыграть А6, проверить намерение соперника. Если он отведет там слоном, например, куда-то на Е3, тогда уже Конь С5 на Д7 и С5. Может такое быть уместно продолжение. Если побьет, естественно, берем слон. То есть, я думаю, что слон Е7 был бы хорошей альтернативой. С5. С5 все-таки более как-то агрессивный, наверное, опрометчиво. Не до конца развился, а уже попытался как-то вскрыть центр и добраться до Белого Короля. В итоге сам не успел рокировать. Не попал вот под такую атаку, где просто получил безобразную пешечную структуру. Ну и последствия сами видели. Идем дальше. Вторая партия. Так, соперник мой из Украины. Никис 2015. 2.516 рейтинг. Так, играть не хочет. Ищем другого. Так, а вот это уже подтвержденный мастер Фиде. Из Исландии. Невозможно будет у нас здесь Строиндийка. Нет. Что-то другое замечается. Каталон. Так, и Каталон уже переходит плавно у нас в Тараша. Или вообще в перевернутую атаку Панова за белый цвет. Ну, бьет конем здесь соперник. Такое тоже возможно. Слон G2 пока что. То есть, в принципе, у черных здесь достаточно просторная позиция. У них захвачен центр. Но их минус в том, что могут возникнуть проблемы с развитием на ферзевом фланге. То есть, слон C8 пока стоит. И если он будет выходить, то пешка B7 ослабнет. Вот как раз этим фактором я постараюсь воспользоваться в этой партии. То есть, какие здесь есть варианты. Первый. Это побить на C6, создать изолятор. Островок. Потом, например, согнать коня ходом Е4. Второй вариант. Ну, просто как-то сыграть конь C3. Более так солидный и загадочный для соперника. Ну, давайте конь C3. Побольше фигуру оставим на доске. На конь D4, наверное, я могу пробить конь D5 в ответ. Так, а вот здесь уже попробую поиграть позиционно. Сделал сопернику изолятор. Таких позиций в партиях встречается очень много. Так что, может быть, для кого-то это будет поучительным. И также поучительным будет, наверное, не зевать на D4. Поскольку сейчас конь бьет D4, а фигурует D4, слон F6 я без качества. Да. В B3, конечно, я сыграл здорово. Нужно было бить на C6 сначала, потом играть в B3. Но, благо, соперник не заметил. Грубейшая, конечно, ошибка. Просто мог проиграть партию в один сходов. Ну, как говорится, пронесло. Позиция нормальная. Хочу побить на C6 где-то. Создать слабую пешечную пару D и C. Наверное, можно и сейчас сыграть в А1. Ошибка эта не будет. Ну, а следующий ход уже, да, конь бьет C6. Там, в принципе, позиция известная. Нужно будет по черным полям. Активизироваться. Вот эти вот дыры. C5, D6, E5. По ним нужно будет расположиться своими фигурами в будущем. Особенно при пешечной паре на C6 и D5. Всегда слабое поле C5. То есть обязательно нужно сюда поставить черную фигуру. В данном случае, скорее всего, это будет слон при будущих разминках. Но соперник играет грамотно. Он пытается осложнить борьбу. На конь C6 сыграть ферзь B2. Конечно, у меня там будет ход конь E7, король H8. И, например, могу отъесть на D5. Причем как ферзем, так и конем. Мне кажется, там будет неплохо. А если я не буду, допустим, этого делать, пойду E3. Там уже какая-то симметрия получается, видимо. Ну ладно, попробую E3 все-таки сыграть. Мне хочется доказать, что пешка D5 это большая слабость у черных. И как раз из-за нее будут в течение всей партии у черных проблемы. Хочу вот как бы эту свою стратегию оправдать. Поскольку слон у меня белопольный, стреляет на эту пешку. И она как бы уже под боем сейчас. Хотя я сейчас планирую ход в ферзь D2. То есть, опять же, с идеей конь C6. Заставить соперника взять на D4. И играть такой очень приятный эншпиль против пешки D5. Он сам берет. Ну что ж, неплохой расклад, наверное, для меня. Так, ферзь D6. Видимо, у нас слон B6, А, Б готовит. Но там у меня есть ход А4, фиксирующий. Нужно уже немножко ускоряться. Я думаю, что это будет неплохо. Хоть пешку поставил на белое поле, но тем не менее расставляюсь. По центру. Централизация ферзя на D4. То есть, как известно, конь лучший, блокер. Но здесь моего ферзя никто согнать не может. Поэтому я думаю, что это тоже будет оправдано абсолютно. Позиция черных, наверное, стабильно хуже здесь. Но моя задача как-то пытаться раскачать. Что тоже непросто. То есть, одну слабость я нашел. Нужно найти еще вторую. Скорее всего, это будет слабость B6 пешки. Наверное, уже могу одну из них выиграть. Таким маневром. И образуется теперь слабость B7 и D5. Конечно, нужно не забыть где-то сделать форточку. Типа хода H4. Соперник ищет контур игру упорно. Ну давайте ферзь D4, наверное. Ферзь D4. Ну да. Ферзь D4 годится. Ферзь 1 хода нет. И нужно немножко здесь пошустрее сейчас подвигать фигурки. Наверное, слабьет D5 будет следующий ход. И две лишние пешки в комфортном эншбере. Подкручивает соперник, конечно же. Не меняет лишний раз фигуры. Но я думаю, что одну пешку здесь можно даже сдать. И поиграть вот такую вот позицию. Ферзь B6 здесь. Забираю. Забираю на B7. И пешка проходит свободно в ферзи. Да, приходится тут на предходах как-то стрясти флаг у соперника на самом деле. И, наверное, даже он мне его стряс. Да. Такой вот я медленный. Попытался сыграть классически, выиграть партию. В итоге ее выиграл, а по времени просел. Хотя был запас. Как-то я переоценил свои возможности. Скоростные. Соперник оказался гораздо быстрее. Но партия достаточно поучительная была. То есть я думаю, что вот где соперник отдал на B6. Вот здесь вот. Наверное, уже реализация достаточно простая. То есть возвращаю ферзя назад. И все его угрозы добиваются. Может быть, не нужно было мне на B3 еще пешку здесь отдавать. То есть техничнее было бы как-то сразу, наверное, съесть на B7, допустим. Ферзем вряд ли он побьет, наверное, побьет слоном. Ну и теперь ферзь D8, кроль H7, наверное, шаг на E4, чтобы на B1 не грозило. И, допустим, на этот ход пойти А5. Такая реализация. То есть все защищено. Я думаю, позиция выиграна. Все временем 0-2. Как бы то ни было. Это блиц, и за временем нужно следить. Товарищ из Украины. Слон G4. Ну, с таким я редко сталкиваюсь, честно говоря. Ну, давайте конь E5. Скорее всего, соперник как бы рассчитывает на это. Но пойду, допустим. Можно G4 попробовать сыграть в более таком атакующем стиле. Получить необычную позицию. Разовью слона на G2, слона, наверное, на F4 второго. Допустим, C3 здесь укрепил пока. Конечно, ни на какую дебютную теорию это уже не похоже совершенно. Так, B, C пробил. Меняет структуру. Допустим, слон F4 все равно. Так, конь E4 страшно. Нет, наверное, нет. 2-0. Побили, побили. C5 еще взрывает. С другой стороны, у него не рокирован король. Может быть, как-то этим воспользоваться. Сыграть G5 или даже E4 где-то. Пока что не видно. Где? Наверное, все-таки он успеет рокернуть. Ну, слон E5 есть ход. То есть, чтобы на CD побить слону. Ну, кстати, на CD слон D4 у меня может быть преимущество в эншпиле, учитывая две пешки на ферзевом фланге против одной. Стандартное такое грюнфельдовское преимущество. Можно попробовать его будет использовать в эншпиле. Но еще туда нужно перейти. То есть, у меня статически слаб король здесь за счет хода G4. Но как добраться до него пока непонятно. Ну, допустим, ладью на C1 пока подвел. Наверное, B3, на ладе C8 играя ферз D4. Таким образом. Почему не боялся создавать изолятор? Потому что до него просто не добраться. Черно. Поэтому в данном случае все нормально, я считаю. Ладья B4. Какая-то угроза, наверное. Может быть, и нет. Давайте G5. Немножко стеснить соперника. Переставить ферзя на E5. И, может быть, коня через E2 переведу на D4. Еще, кстати, есть вариант пешку там до H6 дотолкать. Но довольно долго. Вряд ли соперник позволит. Но такую роскошь. Так, конь D5. Так, конь D5. Конь D5 вряд ли проходит. Опять очень сильно стою по времени. Ну, что делать? Пешка A2 где-то в будущем может провиснуть у меня. Ну, ладно. Конь E2. Отдаю на A2 и пытаюсь где-то что-то здесь придумать. Так, может быть, слон D5. ЕD ладья C8. Нет, там ладья E6 получила. Ну, конь D4 тогда. Я сдал пешку на A2. Но, с другой стороны, у меня какая-то инициатива по центру. И на королевском фланге, возможно. Немножко ферз отдален. Ладья C2 пока. Может предложить размен, да? Давайте F4. Такой вот размен. Приму. Думаю, что коня его ограничу. А вот что дальше? 34 секунды, да. Со временем нужно что-то делать. Нужно думать и щелкать быстрее. E5. E5 не играет. E4 тогда. Ну, наверное, сейчас будут размены. Конь F6. Шансы на ничью у меня здесь будут. Но не сказать, что большие. Может и большие после слона C6. Не знаю. Король... А, он так играет. Так, чем взять? Взял ладьей. И конь A7. Ну да, должно быть ничья по виду. Так, не хочет. Наверное, будет рубить флаг. Как и многие мои соперники. Так, зря я сюда вскакнул на автомате. Пешку, похоже, не догоняю теперь. Пешку не догоняю и проигрываю, видимо. Ну да, умудрился проиграть и здесь. Вот что делает нехватка времени. 0-3. Ну что, смогу ли я сделать какой-то камбэк с 10 партий? Выиграть хотя бы там 4-3. Чтобы сравнять более-менее счет. Так, ну здесь у нас атака Панова. Вариант G6. Постараюсь сейчас поиграть побыстрее, сколько можно по времени проигрывать. Так, слон D3. Ну, потеря темпа, по-моему. Конь C6 здесь пока. Конь E5 сразу. Так, а если на D4 пробить? Причем могу даже Ферзем, наверное. Ферзем как-то не очень. Ну, конем пробил на D4. Предсоперник что-то заготовил. Какая-то тут длинная теория. Честно говоря, не встречал слон D3, потом слон C4, потом конь E5. Наброски такие. И отдача пешки D. Не особо верю в это. Ну, посмотрим. Задумался надолго. Видно, считает конь F7. Слон E3. Ладей E1 все-таки решился. Так. Ну, мне кажется, слон E6 могу. На слон E6, конь E6. Там кони F7 нету из-за того, что бью королем. И одновременно защищаю коня E6. Ну, и сам, в случае чего, хочу пробить просто на C4 и сыграть E6, остаться с лишней пешкой. Если ничего конкретного за два хода тут соперник не придумает, думаю, что у меня просто здоровая лишняя пешка. Все шансы. Одержать, наконец-то, победу. Долгожданную такую. Так, забрал все-таки. Ферзей, естественно, менять не желает здесь. А мне бы очень хотелось этого. Так, он пока что хочет где-то привязаться к пешке А. Но я, если что, могу взять ладей СФ. Может быть, отскок коня какой-то красивый здесь. Типа конь D5. Конь D5, конь F7. Конь E3. На конь D5 ферзь D5 есть, да? Нет, тоже не нравится. Вроде ничем не грозит, а все равно кажется, что что-то тут не то. Давайте ферзь С7. Конь F7 тоже нет, возьму. Даже ладьей. Ну да, наверное, ферзь D7 логичный ход. Долго, опять же, продумал над ним. Вывел ладью. Так, ферзь А4. Наверное, конь C5 уже могу. Ферзь С4, да, у него здесь есть. Ну, могу вернуться, думаю. Он сейчас захочет повторения ходов. А3, B5, давайте А6 точнее. Потом B5. Ладьей C1 хода нет, все равно здесь, наверное, B5 могу, да. На конь B5 бью АБ. Так, ферзь А4. Отошел с подсвязки. Ну, вроде я крепко здесь стою, но, тем не менее, немножко он меня здесь теребит. То с одного фланга, то с другого. Так, вот этот размен, мне кажется, мне должен быть на пользу. Здесь ничего не висит. Крепкий ход в ладье D7. Солидно. И хочу сдвоиться. Даже по времени опережаю. Ну, ничего себе. H3. Вторгнутся ладьей. Давайте вторгнемся на D3 пока что. Ход картины не испортит. Конь Е4. Ну, наверное, знак подвязал. Там слон F6, наверное, получил. Да забрал просто. Ферзь Е4. Забрал. Вымениваю ладьей. Играю Е6. Вот это должно быть приятно. Так, ну ладья D3 пока что. Чтобы наладить C2, просто слон C3. Забанить все линии. Отогнал еще одну фигурку. И, естественно, короля в центр. По классике. Слонов встал. Ай-яй-яй, пешку зевнул. Все равно, конечно, приятней будет позиция. Не берет. Спасибо. Б4 обязательно, чтобы фигуру не проиграть. Е5. По опорным полям встал. Так, забрать не могу. Значит, подкрепил. Е5 теперь. Думаю, что забрать нормально. Перевожу теперь на этот опорный пункт ладью. Так, соперник просто ждет. Ему тут делать нечего, да? Так, буду играть быстро. Надоело хватать нули. Буду играть быстро. Стараюсь четко. Да, но тут пешка Е должна пройти, в принципе, из вопроса. Так, ферзя поставил. И мат. Ура. Наконец-то победа. Достаточно чистая, мне кажется. Соперник отдал в дебюте еще, на выходе из дебюта пешку на Д4. И достаточно компенсации за это не получил. То есть, я думаю, что партия была качественной. Но, опять же, по времени. Нужно действовать быстрее. Это блиц. Качество игры еще полную картину в игроке не создает. А блицори, точнее. Так, международный мастер. Повышение. Серьезный соперник. Тони из Франции. Это у нас пятая партия. С4. И каталон у нас. Надеюсь, не С5. Будет какой-нибудь ДС. Хорошо. Принято. Конь С6. Бывает и такое. Ферзь А4. Так, конь Д7. Вот это уже редкость. С таким сталкиваемся мы не часто. Ну, можно побить на С4. Конь Б6. Отойти там, допустим, Ферзь Д3. Это нормально. Можно сделать рокировку. И после коня Б6. Отойти там Ферзь Ц2, допустим. Но пешка Ц4 таким клином станет. Не хочу ее вставлять. Наверное, съем. Я думаю, что могу получить неплохую динамику после жертвы пешки на Д4. Отохожу специально Ферзь Ц2. Жертвую на Д4. И получаю преимущество в развитии. То есть быстрая рокировка. Соперник не может вывести слона Ц8. Из-за того, что пешка БСи подвисает. Он еще не рокировал. А я, в свою очередь, могу с темпом пойти потом ладьей на Д1. Вывести слона. Например, даже на диагональ А1. Х8. И затормозить рокировку черных. Если у меня это, конечно, получится. Другое дело, что он мне может попутно предлагать размены. Это неприятно. Так, ход Б3 с ловушкой. Идет? Нет? Наверное, пока что нет. Поэтому ладья Д1. Посмотрим, насколько жертва пешки такая позиционная окажется правильной. Конь Ц3 здесь, конечно, размены не нужны. Соперник успел рокировать все-таки. И вот здесь куда выводить слона. Ну, давайте на Е3, наверное, выведу. Хочу потом где-то конь Б5 выскочить. Ферзь А5 может последовать на слон Ф3. Еще раз немножко его ферзя буду донимать. Так, ферзь А5. Есть конь Е4, да? Первое. Слон Е4 толку никакого. А 3 ход проверочный. Конь Ц4 будет? Возможно. Ну, давайте конь Е4, таким образом. Так, готов уже он пойти тут на какие-то уступки, да? То есть, скорее всего, вернуть пешку назад мне. Я отдам своего белопольника сильного, но у него здесь будут дрова. В вариантах конь Д6, ЦД, слон Д5, ЕД, слон Д4. Ну, кстати, интересная такая позиция получится, в принципе. Попробовать ее можно. Я думал, буду... А, конь Е3. Зебнуто было, да? Почему я был уверен, что последует ход ЦД? Непонятно совершенно. Ну, забрал. Конечно, играю теперь позицию не такую, какую хотел. С другой стороны, по пешкам поровну. Слон Ц8 стоит. Ферзь Д2 здесь. Хочу в Эншпель. Пока он не развился, я хочу в Эншпель. Не хочет соперник. Значит, подвожу ладью на линию Ц. И, наверное, на Ц7 залазю. Король Ф2, укрепительная, неожиданно. Хочу Аш4. Так, Аш4 играется. Похоже, соперник начал рубить флаг. Цземнул на Е2. Становится все грустно. Да нет, не рубит он флаг, на самом деле он просто переигрывает. Так, мат я там получу. Наверное. Может и нет. Так, Ферзь Д2 тогда. Если разменяю Ферзей, шансы какие-то будут. Б3. Садея А4. Да, по времени жутко стою. 27 секунд против минуты. С лишним. Но вряд ли что-то успею. Играю как будто в классику. Там в рапид, не знаю, но не в блиц точно. Что-то нужно делать со временем. Ну, просто понимаю, если начну играть быстрее, начнутся зевки. Качество игры упадет. А в первую очередь хочу, как бы для вас, поиграть более качественно. Пытаться переиграть именно соперника по позиции. Не срубить там флажки и прочее. Это могу и делать самостоятельно, без записи. А здесь хочется показать именно какую-то такую плотную игру. Так. Ну, вперед пешками. Другого ничего, наверное, не остается. Либо получаю мат, либо провожу Ферзя. Скорее, конечно. Получу мат здесь. Да, наверное, мат получаю после слона Ф3. Не успел опять же. Да, проиграл. 4-1. Не удалось серию из побед организовать. Где же я тут упустил? Вот ключевой момент, конечно, на конь Е3. Вот это вот взятие. Что было тут? Кстати, интересная идея с ходом ладья Д5. Нельзя брать Ферзем из-за коня Ф6. Из Ферзя. Соперник берет ЕД. И вот здесь вот уже следует ход конь Д6. То есть получается такая необычная позиция. Я без качества и без пешки. Казалось бы, ну, о чем речь? Качество и пешка. Но. Черные пока что не могут вывести слона С8. Точнее, могут, но еще не вывели. И я успеваю встать слоном на Д4. И думаю, что, в принципе, вот с позиционной, стратегической точки зрения здесь у белых не все так плохо. Если черные и борются здесь за победу, то сделать им это достаточно тяжело. Потому что у меня нет слабостей. Я могу начать игру на королевском фланге, допустим, по черным полям, там, перебазировать Ферзя где-то на Ж5. Встать там А3, Б4 в какой-то момент, двигать пешку Аш, Е3 укрепиться. То есть у меня сильный слон на Ж2. А у черных слабости Д6, Д5. Хотя даже съедать их не обязан. И думаю, что в этой позиции шансы белых не то чтобы лучше, но, мне кажется, не хуже. То есть позиция должна оцениваться приблизительно равно, как равная. По крайней мере, в Блиц. Может быть, в классику найдутся какие-то идеи там с разменом слона Ж2. Там где-то скинутся эти пешки и будет в Эншпиле перевес у черных. Но пока что так по ощущениям нет. Так, идем дальше. Счет 4-1 в пользу моих оппонентов. И у нас Швед соперник. Ну давайте Е5 на английское начало попробую вариант с Е5 сыграть. Конь С6, конь Ф6. И слона на Б4. Подгружу. Так, конь Д5 сразу. Ну, допустим, съел. Отошел. И план С5 у меня должен где-то быть в будущем. Ой-ой-ой-ой. Зачем я это сделал? Безобразие. Почему не сыграть сначала конь Ж6? Так. Ну, сдаваться я здесь не собираюсь. Здесь я сейчас изменю уже стиль игры. Я просто буду стараться срубить флаг. Играть быстро, создавать какие-то минимальные проблемы, чтобы соперник думал. Допустим, я дал ему такую фору. Слона целого. Собрался и начинаю что-то делать. Ж5. Перевел коня. Пусть выигрывает, как говорится. А6. Так, хочет залезть на А5. Ладно, пусть залазит. Ладья Ж8 и Ладья Ф8 хочу поставить с будущей атакой. А вот что и выйдет. А почему он так быстро играет, я не пойму. Он уже победил, что ли? Ну, пусть быстро играет. В принципе, мне это на руку. Он может какую-то одну ошибочку допустить. Я, может быть, смогу и воспользоваться. Так, поле Д5 он все-таки себе прихватил. На Ф4 это единственная моя идея, понятно. Больше тут ничего и нет. Так, Ф7 не могу ладить С7. Взять. Белопольник отдавать не хочется. И вообще размены, они здесь не выгодны. Ф8 тогда. Нет, в принципе, соперник достаточно грамотно играет все равно. Вынуждает меня меняться. В общем, играет быстро. Вот, может быть, Ф3 зимнет тычок. Сходит как-то Ф2 с идеей Ф7 и зимнет Ф3. Надеюсь. Может быть, это он и считает. Потому что там, на самом деле, варианты вообще жуткие. Там чуть ли не еншпель получается. Сколько я посчитал. Так, он Д4 выбрал. Ф3, слон Ф3, ладей Ф3. Ничего нету, да? А он пытается вскрыть еще и здесь. Но логично играет, да. Вскрывает слона. Грамотный соперник. Ну что, Ж4. Ва-банк, конечно. Правильно, наверное, ему сыграть сюда ЕФ. И потом взять конем просто на Ф4. И остаться там с лишней фигурой. Побил здесь. Ну да, ничего не выходит. Слон Д5 бью на Ф4. ФРЖ4 просто. Без шансов. Вообще никаких. Сейчас, сейчас он Е4 и можно сдаваться. Да. Итого у нас счет 5-1. Не торт. Ну, земнул фигуру, да, в самом начале. После этого, конечно, так попытался обозначить какое-то напряжение на короля. Но ничего не вышло. Снова соперник из Украины. Далеко не первый сегодня. С логином «Рыбка». Не ходит. Ладно. Давайте искать нового. Может быть, вызвать кого-нибудь? Так, никто не хочет принимать вызов слабака, у которого рейтинг уже меньше 2 500. Ну, подождем немножко. У нас еще впереди 4 партии. И у меня последний шанс сделать счет 5-5. Надо брать 4 из 4. Гасимов. 0-0. Азербайджан. ФМ. Так, славяночка. Ладно. Не пойду в каталон, пойду в классическую славянку. Московский вариант. И вот здесь теперь G3. Так, ДС. Конь Е4 сразу или же... Слон G2. Не буду форсировать события. Как-то гнать ферзя. Он может и сам отойти. В принципе, РСД8 ход делается. Так же делается ход G6 в этих позициях часто. Слон B4, Конь Д7. Все это в порядке вещей. Ну, такую позицию я, в принципе, готов играть. На самом деле. Без пешки. Ну, здесь Конь Е4 уже. Дальше сгоню слона, чтобы не мешался. Не нужен мне этот здесь слон. И, наверное, выйду ферзом на А4. Мне кажется, вполне комфортная позиция. Да еще и с равным материалом. Надо переигрывать. Надо переставать их жалеть. Ну, Коня на Ц5 выставляю по стандарту, скорее всего. Кстати, есть и Ферзь Ц5. Переход в Эншпиль тоже очень заманчивый. Е5, наверное, правильно со стороны соперника. Опять же, есть ход Ферзь Ц5. Взяли-взяли. Такой Эншпиль поиграть. Пытаться цепиться за поле Д6. Но не хочется. Не хочется, и все. Конь Е5, поэтому. Я все-таки хочу крепиться на Д6. Вот это поле мне более симпатично. Не даю, опять же, развить слона Ц8. Считаю, что в долгую позицию у меня очень хорошая. Если эту партию, например, разыгрывать с более длительным контролем. У меня есть много планов. Это движение пешек Е и Ф. Такое по книжкам. Также игра по линии Д. Игра против пешки Б7, которую он мне сейчас отдает. Но хочет взять на Е2. А почему бы не побить? Пока что не вижу. Провержение какого-то серьезного. То есть на Ферзь Е2 я бью Ферзь Е2. На слон Е2 ладь Е1. И там на Ц6 зависает. Ну, честно говоря, не совсем понял ход. Слон Ж4. Так, бить Ферзем здесь. Или отойти пока конем на Ц5. Давайте на Ц5 отойду. И потом, если что, Б4 его здесь подкреплю. Даже если я проиграю пешку на Е2 и не заберу ничего у соперника, я думаю, что моя позиция будет очень хороша. Ладь Е1, Б4. Ну, почему не забрал на Ц6? Потому что там ладья Ц8 был ход. Так. Ну, ладья Ц1 пока что. Готовлю где-то конь А6 и привязку к пешке Ц. Конь А6 теперь. Пока что держится, не дает. Давайте ладья Е3. Вот такой переброс. В случае чего на Ц3 ее отправлю. Подтягивает короля. Ладья Ц3. Что если забрать здесь? Конь Д5. Б5 можно еще сказать. Ну, кстати, заберу. Почему нет? И ладья Ц5. И потом Б5 хочу очень сильно. Очень сильно хочу сделать этот ход. Он, правда, может мешать, где-то короля подавать, а он коня на Е7 ставит. Но так прям в защиту со всей... со всей своей волей играет. Хочет все-таки удержать эту позицию. Как будто ни было. Конь Б4. Все-таки держится он тут. Опять же он держится. Какую бы ловушку ему тут поставить, что ли? Не знаю. Давайте ладья Е5, что ли, сыграю. Нельзя брать СД из ладья Е7. СБ точно нельзя. Ладья Е7, там фигуру выигрываю. Конь Д5 не может, БЦ пробью. Так, зевнул. Ну, хоть кто-то мне зевнул сегодня. Так, тут-то я уже должен его выигрывать постепенно. Ладья Б8. Наверное, самая техничная будет. Пошел. Ладья Б7 съел. Пора заходить за пешечкой. Заходить за ней нужно, наверное, конем. Так, он все-таки разменял. Ну ладно. Здесь все это нетрудно. Нужно быть шустрее. Так, а теперь маршрут мой конем на F6. Вот он, финальная точка для моего коня. Должна быть. Пытаюсь наиболее надежно все это организовать. Конь все-таки приходит. Заставляю ладью встать туда, куда ей следовало. Встать. И веду короля, например, на Е7. То есть, последующим разменом. Патт главный тут нигде не поставил. Кстати, у него была возможность какой-то конь F6. Типа пата что-то. Так, по виду. По времени я выиграл. Так. Ну что. Думаю, что эта партия, в принципе, нормально сложилась. Начиная с дебюта. У меня был перевес. Удалось реализовать. Соперник как-то играл не очень. Верно. Так, а это я опять же с ним. Нет, давайте кого-нибудь другого. Извиняюсь перед товарищем из Азербайджана. Хочу нового соперника. Чтобы не подались одинаковые. А вот товарищ Педро. Ну посмотрим, что FM Педро Мартинес предложит мне. Разменный вариант он предлагает. Вариант с А6. Слон Ж4. И А3. Ну, здесь люблю бить на самом деле. Этот слон, как правило, ненужный. А вот слон с F8, который сейчас пойдет на D6 или на Е7. Его я уже буду беречь особенно. Потому что слон, как говорится, правильный. Не ограниченный собственными пешками. Так, здесь, наверное, конь D7. Прикрывая поля B6, C5. И потом хочу сам просто сыграть B5. Где-то отправить его коня. Куда подальше. Ну, почему играю в G6? Не боюсь ослабления. У меня на доске чернопольный слон. Так что бояться здесь, я думаю, пока нечего. Можно пробовать сыграть B5. Перейти в более такую динамичную позицию. Там конь C5. Конь C5, Dc. Где-то D4 продвинуться. Или E5. Но два слона. Сомнительно. Или попробовать. Даже не знаю. Давайте пока все равно укреплюсь к король G7. Не хочу форсировать опять же. Там мне не нравится защищенная проходная на C5 в этих вариантах. Можно попробовать коня отправить на А5. Там размены неприятные. Ладно, не удержался от этой идеи все-таки. Она меня пленила. И слон F6. К пешке B2. То есть план мой какой? Я хочу чернопольников поменять. Мне не нужны здесь всего два слона абсолютно. Я хочу поменять чернопольников. И поставить потом своего коня на C4. Когда он сыграет B4. Вот мой план. То есть заставить B4 сыграть я его должен. Просто обязан. Пока что ферзь F6, наверное, чтобы ферзь D4 не было угрозы. И потом уже конь C4. Кстати, B3 у него хода не будет. Это нормально. Потому что пешка на А3 повисает. То есть если сейчас B3, я вот здесь вот в промежутке бью на D4. Бью на А3 и играю B4. И хоть конь у меня на краю, но он линию А полностью банит, так сказать. И я могу где-то уже прорваться E5, я думаю. Не знаю, насколько эта позиция хороша, но думаю, что шансы здесь у меня будут. Ф6 и E5 хочу. Конечно, пешка D5 у меня будет в будущем слабоват. Это нужно признать. Так. Вот это классная идея. Наверное, за это можно сопернику поаплодировать. Ну, посмотрим. Действительно ли будет это хорошо. Так. Здесь нужно считать. Если я побью на А6, он бьет БА. Я играю именно ладья C6. Он играет А7. Я ладья А6, C6. Нет, не успеваю. К сожалению, не могу. А если сейчас ладья А7, C6, А7, допустим, C7. Вот это уже мне нравится. Вот это, мне кажется, я могу сделать. Там должно все срастись. А2 теперь. И на C7 А1 промежуток. Так. А вот здесь, наверное, бью. Или не бью. Наверное, могу ударить. Да, бью сюда. И отвожу ладью, скорее всего, на А8. И потом ладья C8. То есть, ну, такая перегрузка. Много времени потратил. Но в антополе с лишней пешкой будем. То есть, это приятно. Тут у меня будут шансы на победу. Но нужно играть быстрее. Обязательно создать какую-то инициативу на королевском. Перебросить ладью потом. Так. Вот это приятно. Захожу за пешкой теперь смело. Отсекаю короля и ставлю ладью на F4. Угу. Сюда сначала. Теперь ладью на F4. Так. Убрал здесь. Привязывать. Не дает, к сожалению. Пока что не дает. Но я все равно его выкручу. Даже не сомневайтесь. Пешку отъел. Так. И повел короля вперед, конечно же. Перед пешкой нужно остановиться. Это лобовая атака у него. Не знаю. Но закрылся, допустим. Пешка G. Снова отрезал короля. И пешка G пошла дальше. Но должен тут мостиком выигрывать. Я думаю, тут техника простая. Так. Ну все. Здесь я успею. Задумался на какое-то время, как поставить мат. Детский сад. Так. Ну что. Вот эта партия, мне кажется, была неплохая тоже. Интересен был дебют, потому что он встречается постоянно. В практике. Вот такие вот варианты. Вот даже, наверное, здесь. Сыграно очень много. Партии гроссмейстеров, в том числе элитных. Полно. На эту тему. Ну и стандартные планы проведены. То есть, конь пришел на c5. А вот дальше мне удалось соперника где-то обмануть. Возможно, как раз вот то, что я разменял чернопольников. Важную. Такую роль сыграло. Ну и его жертва. Очень красивая была. То есть, нужно признать. Но сумел я найти ход А2. Вот этот вот. Который меня спас в итоге. Удалось все-таки вернуть назад качество. И остаться в эншпиле с лишней пешкой. Ну, кстати, техника в эншпиле на 30 секунду, думаю, была достаточно неплохая. Чего не скажешь, конечно, в концовке о мотовании. Так. Две партии впереди. Сегодня я побольше занимаюсь анализом сыгранных партий. Так, хотя бы кратко пробегаюсь по ним. Ну, еще две впереди. И у нас Эль Кантадо. Из Испании. Так. Лондонская система. Вот этого у нас не было и в прошлом ролике, по-моему. Лондонку, признаюсь честно, я люблю. Когда против меня играют ее за белых. Сам белыми не использую, но люблю, когда белые эту систему выбирают. С4. Обязательно промежуток. И только теперь играю в Е6. Так. Конь Аш4. Ну, давайте слон Е4 здесь пойду. И, наверное, здесь могу побить пешкой. На С4 не боюсь взять из-за хода Аш6. И там повисает сразу куча фигур. Именно поэтому я ставил слона на Е4. То есть вынуждаю теперь вот на какие-то такие ослабления пойти белых. Они потом будут прятать коня на Ж2, но тратить на это темпы, по крайней мере. Что меня не может не радовать. Ставлю коня на такое бетонное поле Д5. Обязательно размениваю этого слона, чтобы ослабить позицию короля в будущем. Чтобы его рокировка уже не смотрелась так гармонично и надежно. Так, Конь Аш4. Интересно. Ж5 тоже интересно, кстати, здесь. Чтобы он побил. Взять самому. Ну, давайте Ж5. Лезет конем. Куда лезет, пока не знаю. Может быть его там отловить вообще? Есть ход Ф6. Или Ф5 вообще. С Ди Ф4. Кстати, смотрится интересно, но там слон оживится у него. Ослаблю свои тылы сильно. Ну ладно, надо рисковать. Играю Ф5. Забрал. Хочу Ф4. Соперник сам меняется. Ай-яй-яй. Зеванул. Очень и очень обидно зевнул. Пешка Ф5 была ключевая. Позиция моя просто разваливается. Да, что тут придумать уже... Что-то сложно на самом деле придумать. Просто конь Ж3 висит на Е4. Сейчас слон на Ж2 выходит. Да, вот так вот было все у меня вроде как замечательно. Но... Просто зевнул. Вход конь Ж7. Ну давайте. Молодей Ф8, чтобы как-то привяжусь. Пожертвую еще одну. Так, рокировать он не спешит. Хочет отъесть сюда. Так, размены. Ну и естественно, это правильная игра с его стороны. Мне, кстати, уклониться-то от них нельзя, к сожалению. Ну меняюсь, что ж теперь. Молодей Ф8. Конь на С5 еще полезет тоже. Не одно, так другое, как говорится. Приходится защищаться от конь Е6. Да, партия складывалась по дебюту просто прекрасно. Мне позиция очень нравилась. Но один зевок все решил. Ну, Ж4. Пешку может хоть до А4 догоню. Попытаюсь. Может быть, коня перевести. Ладно, пока ладью отвел, чтобы под темп не попадать. Коня на Ф3 хочу. Кстати, может, что-то и придумаю. Даже на ладье Е3 готов так сыграть. Или не готов. Так, ну конь Ф3, ладно. Конечно, объективно ничего там нет. Ладья же один сейчас защитится. Отхожу ладьей. Он залазит еще сюда. Может быть, я и хотел бы как-то переключиться там на А4 ладью. Но, наверное, он быстрее мне мат поставит просто. Попробовать-то стоит. Вдруг сейчас Е7 сходит. Конем побью и ладья А2. Ладья А4, вернее. Что-то не мат. Вот он задумался. Так, боится парень. Судан. Отъел 1. Коня на блокирующую позицию. Куда бы перевести коня для мата, а? К сожалению, вряд ли получится. Поэтому ладью на Ф5 ставлю. Ну, во всяком случае, тут я еще как-то хотя бы по времени могу зацепить его. Пешка А4 сейчас пойдет. Здесь даже поменяюсь, наверное. Короля. К6. Ладно, бросаю эту пешку. Король Ф4 забанил коня. Интересно получается. Забанил коня и хочу повторить позицию. Сделать ничью просто. А, он вылазит. Так, рублю флаг. Извините. Жаль, тут нет никаких патовых идей. Срубил флаг. Удивительно, да. Ну, это мне вернулось за одну из партий. Вот. Залез даже обратно в 2 500. И, кстати, теперь у меня реальный шанс появляется. Сделал счет 5-5. Сейчас пока что проигрываю 4-5 моим оппонентам. Но 3 подряд победы. И вот такая выливая самая, что ни на есть победа должна мне придать силы на последний тур. Так. В общем, какой-то Тати из Канады. С очень таким воинственным аватаром. Ну, Д5 отвечаю здесь. Да, прошлая партия, конечно. Ну, она говорит о том, что не бывает безнадежных позиций. Никогда нельзя отчаиваться. Особенно в Блице. И снова у нас разменный вариант. Снова ход А6. И здесь, наверное, слон Д3 пойдет соперник. Обычно играется так, да. То есть выбирает вариант с Кан Е2. Ф3 играет реже тут. Скорее... А, Ферзь Б3. Вот такой тоже есть. Здесь Кан 5. И я, скорее всего, буду возвращать до своего слона обратно. Ну, ничего. Зато я выиграл несколько темпов. Первый успею встать на С4. Д6 здесь. И конь встает. То есть вот как-то таким образом. Ну, Б5 может быть закрепиться. Пока не надо. Не, хочу рокировать поскорее, потому что с этим у меня уже бывали проблемы в этом варианте. Нужно сделать два нуля. Так, может быть здесь конь А5 вообще уже перейти. Хотя если Б4 сыграет, ну и пусть. Какая угроза-то не вижу. Вообще нет угрозы. У меня конь С4 шикарный. А, конь Е5. Так, есть вариант перевода коня на Д6 еще вот такой. Там, правда, Е4 уже пойдет по центру 100%. Если, конечно, он понимает эти позиции. Давайте же, есть такой необычный ход на вид ослабляющий, но я пытаюсь перекрыть просто диагональ H7, B1. Мне кажется, она наиболее слабая у меня была. Там где-то тактика на H7 могла быть. А здесь у меня есть чернопольник, поэтому не боюсь вот этих вот всех наскоков. Думаю, что смогу их отразить. Так, на Б2, что ли, он дал? Не пойму. Ну, съел. Пешка вкусная на вид. Особенно в Эншпиле может все это дело проявиться. Так, коня вернул. Хочу на Д2. Даже готов вырубить этого слона. Конь на С4, конечно, красавец, но слон на Б1 определенно наводит страху в будущем на короля. Да и как бы с лишней пешкой размены, понятное дело, выгодны. Так, Ж4 накручивает уже по-серьезному соперник. Может быть, где-то откупиться с пешкой, не знаю. Или побить вообще на А3. То есть, во все тяжкие. Там же 5 будет, да? Побью ладью. Мат он там поставит мне или нет? Страшновато, честно говоря. Страшновато бить на А3. Да и конем дергаться нельзя. Да, не просто соперник. Не просто совсем. Так, конь Д2, ладно. Возвращаюсь к этой идее. Почему-то я хотел и забыл потом. Как он сходил, я сразу же забыл проход. Конь Д2 бывает такое. Побил. Ж5 здесь не страшно в конкретном случае. Так, а вот что делать дальше? Он сейчас побьет ладьей. Бить ли на А3? Ладно, бью. Уже думать некогда, в принципе. Ж5 получаю. Вот получаю лимат дальше. Очень вероятно. Так, конем отходить не могу. Но должен бить. Тут уже как бы карусель идет. Единственный шанс у меня будет вернуться слоном, кстати. Может быть даже не брать коня, а вернуться слоном через А3. Играть там позицию бескачества, он совсем тухлый. Успеваю ли убить. Так, ладец А3, слон Ж7. Слона А3. Так, так, так. Ладно, мне кажется успею. Он может побить вообще этого слона, он ему не нужен. Слона А3. А, конь идет. Не увидел я, что идет конь. Да, наверное, это проиграно. Он пошел ферзем, странно. Удивительно на самом деле. Так, как бы вот этого коня вырубить? Ладно, ферзь С7 пока что. Но любой отход, там у меня слон Ф8 есть. Я думаю, он догадается все-таки конь Ж4 сыграть, к сожалению. Ладец С2. Готов вообще отдать слона Д7. Тоже не нужен. Слон Д6 здесь отхожу. И срочно ферзя на С2. Срочно контур игру. Готов даже ферзя за коня отдать. Да, вот это накал страстей в последней партии. Жесть какая-то просто. Так, бить его что ли? Нет. Ладно, ферзь С2. Хочу мат ставить. Так, давайте отсюда мат ставить. Он там не ладью предлагает, сдалась мне эта ладья вообще. Конь Ж4 просто в один ход он меня выигрывал. Вместо ферзя 6, конь Ж4. Мне кажется, здесь я уже выигрываю. И делаю этот камбэк долгожданный. Да, в центре доски замотовал. Отличное завершение записи данного ролика. Все-таки счет 5-5. Ну, что ж. Хочется все-таки надеяться, что после того, как счет был по партиям у нас 4-1 в пользу соперника, и вообще, когда я получил 3-0 подряд, народ не уйдет и досмотрит это все дело до конца. Все-таки я думаю, что в конце было поинтересней. И тоже здесь удалось проявить волю к победе и сравнять счет в этом таком матче. Спасибо за внимание. Надеюсь, кому-то это понравилось и кто-то подчеркнул для себя что-то новое и полезное.